Сегодня я расскажу вам о пяти типах осенних рубашек, которые должны быть у каждого мужчины. Кроме этих пяти, я приведу к ним еще специальные примеры по ссылке в описании. Итак, первым делом осенняя рубашка должна быть осенних тонов. Мой любимый цвет. Это зеленый лесной, выцветший синий, золотой, красное дерево, ржавчина, бронзовый, зеленый мох, бирюзовый, лосось, терракоттовый, тыквенный, горчичный и барвинок. Вы скептик? Тогда посмотрите на эту рубашку в оттенках тыквы. Заметили, что тыквенный оранжевый, он не такой вызывающий, как неоновый оранжевый. Так что этой осенью стоит обращать внимание на оттенки. Оттенки это, когда мы берем цвет и добавляем к нему черный. Он становится темнее. Еще, что мне нравится в этой рубашке, это то, что как у нее хорошо сочетаются красной с синей клеткой. Для вас это слишком ярко? Тогда можете попробовать эту более сбалансированную рубашку. Эта рубашка в красную клетку. Тут в базе находится синий цвет, что на самом деле отличный осенний цвет. И эта рубашка, особенно с пуговками на воротнике, будет отличным выбором, чтобы надеть просто с брюками. Никакая из этих не привлекла вашего внимания и вы хотите что-то такое, что помогло бы вам выделяться, как вам эта рубашка цвета сливы? Эта рубашка не просто красивая, она также еще будет хорошо выглядеть на любом тоне коже. Итак, следующий тип осенней рубашки, которую стоит приметить, это клетка. Ну, клетка это универсальное определение всех рисунков, которые наложены друг на друга. Есть такая клетка, которая называется зонтик. Такую клетку можно встретить на многих рубашках из разных сезонов. Но осенние модели будут более приглашенными. И такая рубашка будет выделяться сто процентов. Вот, взгляните на эту рубашку. Это серая клетка. И ведь вы знаете, что серый это не цвет. Это значит, что такая рубашка подойдет к любому пиджаку и брюкам, которые есть у вас. Далее у нас идет плед. Разница в том, что полосы по вертикали и горизонтали часто разного цвета и еще бывают разной ширины. Когда вы смотрите на эту рубашку, что можно заметить? Базовые цвета. Это коричневый, синий и белый. Но зацените, как они хорошо сочетаются вместе. Но стоит ее надеть с темными джинсами, это будет просто отличный образ. Далее идет рисунок оконное стекло. Ну, тут понятно, тоненькие линии. Такой рисунок в основном используется в костюмах. Но что мне нравится в рубашках, он поможет вам выделиться. Это получается целостный образ. Исключением будут эти линии. Так что, если вы хотите создать отличный монохромный образ, но желаете добавить к нему небольшой рисунок, эта клетка в линию отличный выбор. С темными джинсами или коричневыми брюками будет выглядеть супер. Итак, эта рубашка на мне, это классическая оксфордская рубашка. И это третий тип осеяния рубашки, которая должна быть у каждого мужчины. У классической оксфордской рубашки есть три ключевые характеристики. Это кэжуал рубашка, поэтому у нее будут пуговицы на воротнике. Потому что, если на нее посмотреть, она выглядит как костюмная рубашка. Но все дело в ткани и ее плетении. Если посмотреть на рубашку вблизи, то мы увидим, какой тут паттерн. И сама рубашка очень мягкая. В целом эта рубашка будет плотнее и тяжелее. В результате мы получаем отличную осеннюю рубашку, которую можно надеть и с пиджаком, и с джинсами. Следующий тип рубашки, который можно носить осенью, это твилл или пике. Как и Оксфорд, у этой рубашки специфическое плетение. Это плотное, тяжелое плетение. В зависимости, как было сделано плетение, мы можем получить правосторонний твилл, левосторонний твилл или елочку. Я его редко надеваю на съемки, потому что он может странно выглядеть на экране. Кстати, напишите мне, как это выглядит, мне интересно. Что мне нравится в твилле и почему он находится в этом списке, это из-за его функциональности. Когда речь идет о том, чтобы заменить вашу обычную рубашку, неважно какой она расцветки, белой, голубой или розовой, когда вы надеваете твилл, то со стороны она выглядит целостно. До тех пор, пока человек не приблизится к вам на расстоянии в метр, тут сразу заметен объем. А после пары стирок у нее появляется еще такое роскошное ощущение мягкости. Так что, если вам нужна прекрасная рубашка, которая бы отлично смотрелась осенью с костюмом, твилл — это там, где надо искать. Следующий тип рубашки — это фланель. Этот тип рубашек выполнен из более толстой пряжи. У них будет куда более плотное плетение, и они будут довольно тяжелыми рубашками. Когда вы наденете такую рубашку, то становится ясным, такую точно не захочется надевать весной или летом. Она точно лучше подходит для более холодной погоды. Главная характеристика такой вот плетеной рубашки — это ее мягкость. Во время изготовления этой ткани, после того, как ее сплели, ее затем расчесывают. Это делает так, что более глубокие слои пряжи поднимаются вверх и создают дополнительный слой, который служит дополнительной изоляцией и делает рубашку еще теплее. Зацените эту шахматную фланельку. Разве она не прекрасна? Когда вы вблизи видите эту фланель, то вам автоматически хочется ее потрогать. А цвет просто восхитителен. Может вы ищете что-то более тяжелое и с более кайжуал рисунком и приглушенным цветом? Тогда вот, зацените эту рубашку в синим и голубом цветах. Говоря о фланели, надо обращать внимание, что пишут в описании. Если это тяжелая фланель, среднего веса фланель или это просто расчесанная ткань — это все имеет значение. Потому что вы заметите, что некоторые рубашки могут оказаться прям очень толстыми. И это круто, потому что можно найти себе такую рубашку, которую можно будет надеть зимой чисто с парой джинс и ботинками. Какое видео смотреть далее, как насчет какая обувь будет хорошо смотреться с этими рубашками. Я беру 10 пар обуви и ставлю их в порядке взаимозаменяемости. Так что смотрите это видео, ссылка на него в описании.